Такого изысканного бизнес-центра в неуборочном стиле в Одессе еще не видели. Но что идеальное месторасположение на Соборной площади, удобная транспортная развязка и свежий ремонт. Как говорят в объявлении агентства недвижимости, самое топовое место города. Арендовать помещение дома Руссова можно в принципе под что угодно. Бутик, ресторан, офис. Но если уж сильно захочется, можно арендовать целый этаж. Так выглядит объявление, в котором предлагают арендовать помещение площадью от 120 до 380 квадратных метров. Для больших аппетитов есть возможность арендовать целый этаж с летними и зимними площадками и застекленной крышей. Цена варьируется от 10 до 50 долларов за квадратный метр. Как говорят урбанисты, внутренние помещения здания заранее готовились под офисы и магазины. И реставрацией внутренних интерьеров заниматься не планировали. По фотографиям, которые мы видим в объявлении, мы видим, что внутреннее наполнение самого здания уже подготовлено под коммерческое использование. Если смотреть по внутренней отделке, то там видно, что уже сделаны определенные вентиляционные каналы, которые обычно делают в коммерческих помещениях, типа ресторан, кафе, какие-то вытяжки и все остальное. Оно уже подготовлено непосредственно изначально под коммерческое использование. Оно не предусмотрено под использование как какое-то общественное пространство. Мы решили позвонить по указанному номеру в объявлении и сделали вид, что хотим арендовать помещение в доме Русова. Нам пообещали перезвонить и рассказать все подробности сделки. Но через полтора часа объявление внезапно стало неактуальным и общаться с самой отказались. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления аренды помещений в доме Русова. Это к вам, да? Можно обратиться? Да, как зовут вас? Меня зовут Светлана. Хотела узнать у вас нюансы. Вообще актуально еще это объявление, чтобы вы могли немножко рассказать. Оно актуально, Светлана. У вас в течение часа наберет надежды. Она занимается этим помещением и проконсультирует вас. Ага, она меня сама, да, наберет? Да, да. Хорошо. Напомню, на восстановление здания город потратил из бюджета более 150 миллионов гривен. При том, что большая часть помещений находится в частной собственности. Однако сколько же муниципальных метров памятники и архитектуры до сих пор неизвестно. Оказывается, что та часть, которую город считает своей, в итоге еще была в 2018 году кому-то сдана. Не удивлюсь, если эта фирма аффилирована на того же господина Тарпана. В итоге сейчас появились объявления о том, что сдается, сдается апартаменты, офисы по цене. Аренды достаточно высокие для нашей страны, для нашего города. От 15 до 50 долларов за квадратный метр. Это очень большая цифра. И собственник, по сути дела, ничего не потратил. Потому что собственник, мы прекрасно понимаем, с вами это коммерческие структуры, которые явно к городу не имеют никакого отношения. Юристы предполагают, что некая третья фирма взяла в аренду все помещения, частные и муниципальные. И в качестве управляющей компании распоряжается этим имуществом. Если проще, сдает субаренду. Таким образом, все собственники остаются в выигрыше. Я имею в виду третью компанию, как способ управления недвижимостью, когда у тебя несколько собственников и большой объем квадратных метров. А компания по управлению недвижимостью – это для того, чтобы удобно было а. сдавать целостные комплексы недвижимости, б. собирать плату арендную и платить налоги за сдачу в аренду недвижимости. Несмотря на то, что здание восстановили в максимально первозданном виде, отремонтированный памятник архитектуры вновь рискует столкнуться с испытаниями. Только сможет ли качество бизнеса соответствовать статусу дома Русова? Светлана Довжук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».